Всем привет! С вами самостройщик Лёха и сегодня я расскажу, как я делал армопояс под крышу. Ну, погнали! А ночной армопояс, естественно, с подпорок и распорок над окнами. Нижнюю часть опоры, то есть доску, я обиваю прям в газоблок на два-три гвоздя, так как дальше он, в принципе, уже никуда не денется. В этот раз все немножко по-другому. В этом случае я уже не буду вложить п-образные блоги и в них вложить арматуру. В этот раз я буду собирать несъемную опалубку под залитие армопояса из половинок, которые я позже покажу, как я нарезал. Эти половинки я, получается, углубляю немножко внутрь окна, чтобы армопояс и будущие соединения стальных частей были на одном уровне. А если сделать, получается, эти половинки, которые я сейчас закреплю, сделать выше, чем основная часть стены, то самая уязвимая и хрупкая часть будет приходиться именно на окно. А этого делать, в принципе, не нужно. Перед тем, как собрать эту опалубку, я посмотрел на ютубе, может, я чего-то не знаю. Там просто люди делают эту перекладину над окном и крепят ее с двух сторон по разные стороны окна на одну-две дощечки и саморезы. То есть центрального распора нет. Но я, честно говоря, строю для себя, не на продажу, поэтому я сделаю немножко по-своему. Одна часть готова. Осталось сделать остальные. Опа! Ну вот остальные тоже готовы. Чуть не забыл про центральную. Но ничего, немного магии, чпоньк. Ну вот и готово. Ну а теперь пришло время добить соседскую электропилу. Ой, извините, нарезать детали для несъемной опалубки армопояса. Только в этот раз немножко совсем по-другому. Очерчиваю на газоблоке вот эти вот детали, то есть элементы будущей опалубки толщиной 5 сантиметров. Так как блок, который сейчас у меня на стен 30 сантиметров, то по 5 сантиметров с каждой стороны забираем, получается минус 10. 20 сантиметров будет в ширину и 25 сантиметров в высоту будет армопояс. В принципе, более чем достаточно, я считаю. Теперь осталось аккуратно все это порезать, сложить, поднять на второй этаж и смонтировать несъемную опалубку. Ну, погнали! Сказать легко, а вот распилить их было очень нелегко. Во-первых, работать с газоблоком и бензопилой нужно не только в очках, но еще и в респираторе. Этой пылью просто невозможно дышать. Во-вторых, когда эта вся пыль вылетает, все элементы тела, которые выделяют пот, начинают щипать. Поэтому нужно работать обязательно в костюме. Да и потом, казалось бы, что может быть сложно, взял электропилу и пили. Ничего подобного. Пилу хватает где-то на, точнее цепи пилы хватает на 8-10 порезов. Потом цепь тупится. Она не предназначена для распилки газоблоков. Она для дерева придумана. Ну и потом, естественно, после двух-трех блоков вы меняете цепь, подтачиваете, пробуете еще раз, опять на быстро тупится. Ну и вы бросаете все и беретесь за обычную ножовку. Ну, в принципе, я так и сделал. Просто на видео это показывать не буду. После того, как я напилил нужное количество деталей для несъемной опалубки, у меня осталось лишь только посадить их на клей. Что я сейчас вам буду демонстрировать. Для окон, что характерно, я брал именно крайние половинки, так как там одна из сторон ровная, ну, заводская сторона. А те, которые вы будете отпиливать, все равно будет немножко неровные. Так вот, именно ровную сторону, то есть заводскую, я их остановил отдельно и этой частью я ложил вниз, чтобы, когда монтировал оконную раму, не было вот этих всяких зигзагов. Тут я прошу меня извинить, но дневную часть монтажа вот этих вот половинок я не нашел, они то ли не сохранились, то ли я не снимал, я уже не могу вспомнить. Осталась только ночная съемка, когда я уже доделал несъемную опалубку вот этих половинок. Поэтому я вам покажу здесь только вот эти два кадра. В принципе, ничего сложного нету. Единственное, оно выглядит хлюпеньким и ненадежным. Но об этом я чуть позже еще расскажу. Монтировать вот эти вот легкие половинки значительно легче и быстрее, чем основные блоки. В принципе, я весь контур, то есть весь армопояс, дома 10 на 10 и по центру, я смонтировал где-то за 3-4 часа. Если бы так же быстро возводил целый ряд, то дом бы я пострял, наверное, за неделю. Ну, теперь дошла очередь до арматуры. Все, что нужно сделать, это аккуратно, в кавычки, аккуратно поднять арматуру и положить. То, что кадры сейчас вели секунду назад, не хватает 3-4 половинки, это я так неаккуратно снес арматуру эти половинки, и они слетели. То есть, удара они не держат. Связываю арматуру на углах. В моем армопоясе, именно под крышу, будет участвовать не 4 арматуринки, как большинство делают, а 8. Ну, просто потому, что мне некуда девать арматуру, к тому же она очень тоненькая восьмерка. Поэтому буду делать 8. 3 внизу, 3 вверху и 1 по бокам сбоку. Центр получается пустой, крашу будет для раствора. Расстояние между арматурой и стен тоже равномерное, по 5 см. Ну, и не забываем про углы. Я уже научился на своих ошибках, точнее на фундаменте. Там я углы просто связал и, то есть, ну, ничего не делал. В этот раз мы связываем углы. Я также еще доложу уголки из арматуры, чтобы при застывании, твердении и нагрузке арматура играла свою полную роль и, то есть, не разъезжалась. Ну, так положено по технологии. То есть, теперь я тоже понимаю и не забыл это сделать. Армобояс готов, но в отличие от армобояса под второй этаж, в этом еще нужны шпильки, чтобы потом к ним закрепить маурлат. Отмеряю и нарезаю шпильки нужного размера. Не забывайте про очки. Зрение тоже очень важно. После того, как я напилил нужное количество мне шпилек, теперь на них нужно навернуть одну шайбу и одну гайку. Вот такие детали у меня получились. Как вы заметили, одна из сторон шпильки намотана малярным скотчем. Это сделано специально, чтобы когда я буду заливать раствор, не испачкать саму шпильку. Шпилька, которая будет испачкана в растворе, вы потом с трудом навернете гайку. А если будете львать им молотком, то тем более не вернете. Поверьте, я это проходил. Ну а теперь просто вставляем шпильку шайбой и гайкой вниз, чтобы обмотанная часть смотрела вверх. Ну и для более надежности я еще шпильку подпер под арматуру и привязал проволочкой. Так что шпильку теперь вообще ни в коем случае никак нельзя оторвать. Ну а теперь я вам покажу самые яркие впечатления, которые я испытал за строительство этого дома. Музыка Как вы поняли, самые яркие впечатления были, это поднимать раствор на второй этаж, точнее как на третий, и заливать армопояс. Времени уходило просто уйма. К работе я приступил где-то полуседьмого утра в субботу, а закончил полодиннадцатого, где-то в одиннадцать в воскресенье. Были мелкие перекуры, надо попить чай, потому что еду было тяжело усвоить, только на чай хватало сил. Были перекуры по полчаса, где-то два-три в день. И спал я с субботы на воскресенье, где-то пять-шесть часов, не больше, чтобы успеть закончить. Эти впечатления до сих пор у меня остались. Единственное, что мне еще помогло в скорости, это ступенька 10 сантиметровая. Кто смотрел предыдущее видео, помнит, что у меня после пятого ряда кончился 400 блок. Я купил себе шириной 300, и там осталась эта ступенька 10 сантиметров. То есть именно благодаря ней я не бегал по всему дому с этими козлами. Я просто взял маленькую табареточку, на нее, получается, запрыгивал, вставал на эту ступенечку, и по ней уже разливал армопояс. Это существенно ускорило мою практику залития, но одному я вам все-таки не рекомендую. Армопояс я закончил заливать в воскресенье, и уже с понедельника после работы на протяжении всей недели до следующего воскресенья первым делом, что приходил, это проливал лейкой весь армопояс. Продолжение следует... Ну что ж, всем хорошего дня, с вами был Леха, а я пойду отдохну, хотя бы на каменном кресле. Всем счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok